Самый широко обсуждаемый новостью недели стал внезапный вывод российских войск из Сирии. Президент Путин объявил, что задание выполнено и цели достигнуты. Правда, какие именно, министру обороны пришлось объяснять дополнительно. В частности, уничтожили всех выходцев с Северного Кавказа, примкнувших к террористам в Сирии. Правда, эксперты международной кризисной группы тут же выяснили, в ближневосточном конфликте участвуют по меньшей мере в два раза больше боевиков из России. Так что ответов на все вопросы в докладе главы Минобороны не обнаружилось. Уход оказался таким же стремительным, как и наступление. В понедельник объявили, к четвергу вывели половину боевых самолетов и даже успели в Кремле наградить героев-летчиков. Западные политики и российские политологи. О мотивах Владимира Путина дословно. Россия заявляла, что вошла в Сирию для того, чтобы бороться с ИГИЛ, но занималась там совсем другим. Их военные лишь продлили гражданскую войну, поддержали и усилили Асада. И пока мы не видим, что Россия сохранила влияние для продолжения дипломатических усилий. Цель задачи России были стабилизировать ситуацию, не дать возможности террористам захватить Дамаск, создать необходимые условия для развития наступления сирийских правительственных войск. Это все выполнено. Я думаю, что политическая победа России, безусловно, она заключается в том, что именно Россия сегодня формулирует международную повестку дня, и в частности по такому ключевому вопросу, как сирийский. В этом плане действительно Россия идет вперед. Соединенные Штаты Америки чувствуют, что они идут сзади. Это вызывает определенную нервозность, я бы сказал, некую ревность, ну и злость в Вашингтоне. Если анализировать это с точки зрения силы, это своевременное решение. Оно логичное, потому что, ну а что, нам нужно, что второй Афганистан? Нет, конечно. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Некто вторгается в другую страну, начинает бомбить гражданское население, разрушает больницы и школы. Если, а это по-прежнему под вопросом, они решают через пять месяцев, что сделали достаточно, давайте не будем их слишком хвалить. Это немного похоже на, он что, перестал бить свою жену? Сирия – часть большой геополитической игры Российской Федерации. В сентябре прошлого года Владимир Путин предложил Западу вместе бороться с террористами исламского государства. Причем именно Россия должна была возглавить миротворческие усилия. Путин провел аналогии между антигитлеровской и антиигиловской коалицией. Но идею московского гостя в Нью-Йорке не приняли. Одержать очередную историческую победу не удалось. И тогда главнокомандующий вооруженными силами России объявил о начале авиаударов по Сирии по просьбе Асада. И что в итоге? Компания в Сирии обошлась России дорого. Дороже, чем мог рассчитывать Кремль. 31 октября 2015-го террористы исламского государства взорвали над Египтом пассажирский лайнер. Погибли 224 человека. О них на кремлевских церемониях не вспоминали. Почтили память других жертв войны – пятерых военных. В их числе и пилот-бомбардировщика, сбитого турецкими ВВС. Этот инцидент едва не вызвал еще одну войну. По крайней мере, привел к разрыву политических и экономических связей с важнейшим партнером Москвы на юге – Анкарой. И это на десятилетия. Президент Путин оценил стоимость военной операции в Сирии в 33 миллиарда рублей. По нынешнему обменному курсу это 470 миллионов долларов. Оценки изданий РБК и агентства «Блумберг» выше – около 546 миллионов долларов. Вадиму Владимировичу, полковнику. Что же приобрел Путин? Первоначально целью российского вмешательства в сирийский конфликт была объявлена борьба с международным терроризмом. Но ИГИЛ и ныне там. Правда, и Башар Асад остался у власти. Его позиции даже укрепились. Но этого может быть недостаточно для окончательной победы правительственной армии в гражданской войне. А ведь именно оппозицию, по данным западных разведок, по большей части и утюжили Су-24. С этой недели перестали. После начала российских бомбардировок в Сирии казалось, что Владимир Путин смог заставить Европу и Америку вновь считаться собой. За несколько дней до первых ударов по Арабской республике хозяин Кремля выступал в ООН. С трибуны Генассамблеи он напомнил, что судьбы мира в конце Второй мировой решались именно в СССР, на Ялтинской конференции. Аналитики убеждены, что заветная мечта Путина – Ялта-2. Еще в ноябре казалось, что это возможно. Президент Франции Франсуа Оланд даже летал в Москву устроить общий фронт борьбы с террором. Но российские самолеты продолжали утюжить сирийскую оппозицию. Уже в марте европейские руководители, включая Оланда, согласовывали условия прекращения огня с Путиным не как со своим партнером, а как с покровителем президента Асада. Делить мир на сферы влияния по принципам прошлого века никто не захотел. В недавнем интервью журналу «Атлантик» президент Обама заявил, что Путин так и не стал игроком. Русские не определяют повестку дня на встречах Большой двадцатки и на других международных форумах. Американский президент по-прежнему считает Россию региональной державой, вынужденной соперничать за влияние с другими, такими как Иран, например. И, возможно, в этой ситуации в Кремле осознали, что потрачено слишком много сил и денег, а достижения не впечатляют тех, на кого все это было рассчитано.